Пёс жалостливо выл, бредя по пустой дороге. Совсем недавно у него был дом, но по своей глупости зверь его потерял. Со стороны животное выглядело внушительно. Крупный торс, мощная голова с купированными ушами, лапы размером с человеческую ладонь. Однако при всех своих больших размерах он оставался щенком. Лобаи быстро вырастают и о свои три месяца пёс был похож на медвежонка и достиг того возраста. Когда щенкам подыскивают новых хозяев, ему нашли любящую семью с просторным домом и огромным участком сельской местности. Пёс мог вдоволь бегать по полю и небольшому леску, которой арендовал его новый хозяин. Счастливый щенок целый месяц радостно скакал по просторам. Он обожал сопровождать своих людей по участку, но никогда не выезжал с ними в город. В конце осени весь урожай был собран, поля подготовлены к зимовке, срочные дела окончены. Хозяева решили устроить себе небольшой отпуск. Они отправились на озера, захватив с собой нового питомца. Животное тяжело перенесло больше суток в дороге. Обычно щенок бегал повсюду в любую свободную минуту. А тут пришлось сидеть в наполовину загруженном багажнике пикапа, размять лапы. Получалось только на коротких остановках, но полноценно побегать хозяева не отпускали. Наконец они приехали к озеру. Там был маленький деревянный домик с одной большой кроватью и мягким ковриком перед камином. Именно на этом коврике Алабай ночевал три ночи. Весь день с восторгом носился по снегу, мешал хозяину рыбачить и лаял на весь лес. А потом отпуск подошел к концу. Хозяева снова сели в машину, и Алабаю пришлось запрыгивать в багажник. На обратном пути машина остановилась возле железнодорожного переезда. Пока они пропускали состав, между деревьев возникла пушистая плутовка. Пес принялся лаять, но хозяева за шумом поезда и музыки в салоне его не услышали. А лиса как специально подходила все ближе. Щенку показалось, что лиса смеется над ним. Такого зверь стерпеть не мог. Он угрожающе зарычал и оскалился. А потом кинулся вперед за рыжей тенью, что поспешно скрылось между деревьев. Мощные лапы Алабая утопали в снегу и продолжали нести пса вперед. В лесу животное растерялось, рыжей плутовки нигде не было. Щенок возмущенно фыркнул. Он думал отогнать хищницу от хозяев, а она исчезла сама. Алабай решительно повернул в сторону дороги. В азарте погони пробираться по заснеженному лесу было удобнее и быстрее. Сейчас пёс с трудом штурмовал снеговые заметы и вскоре выпал на проезжую часть. Собака отряхнулась от налипшего снега, развернулась к железнодорожному переезду и замерла от неожиданности. Поезд давно исчез вдали, и даже перестук колес уже не был слышен. Машина хозяев исчезла вместе с ними. Пёс сначала не поверил, что его могли забыть, посмотрел по сторонам, подбежал к самим рельсам и принюхался к снегу. Но по всему выходило, что его оставили. Хозяева не заметили, как их питомец спрыгнул с открытого багажника. Они не привязывали его, будучи уверенными в том, что он никуда не денется. Как только состав проехал, пикап продолжил свой путь к дому. Лобай остался сам посреди заснеженного леса на узкой дороге, который пользовались нечасто. Он переступал с лапы на лапу, раздумывая над дальнейшими действиями. Оставаться в неуютном холодном лесу не хотелось, поэтому щенок решительно затрусил в ту сторону. Первые пару километров пейзаж был однообразным, но в стоячем морозном воздухе прослеживался тонкий аромат хозяйской машины. Чуткий нос вёл Алабая, под заснеженной дороги, со всех сторон окружённой высокими деревьями. Местность вокруг стала меняться. Дорога пересеклась с другой, лес отодвинулся, давая место полям, а мимо стали проезжать машины. Алабай все ещё чуял запах хозяев, но вокруг появились ароматы других людей, что осложняло задачу щенку. Он пробежал несколько сел, прежде чем достиг города. Они проезжали через центр на машине. Пёс это помнил, но в памяти отложилась не дорога, а мешанина запахов автомобилей и людей. Алабай забежал в жилые районы, принюхался, испугался. Он потерял запах хозяев и как бы не пытался, не мог отыскать его снова. Бедняга бегал со стороны в сторону, обнюхивая всё вокруг, слабые надежды найти своих людей. Но вместо этого ещё больше запутывался в переплетении улиц. Люди шарахались от большого животного, опасаясь его, а щенок доверчиво подбегал к незнакомцам, надеясь на помощь. Вскоре начало смеркаться. Алабай оказался абсолютно один посреди незнакомого города. В нос забивались тысячи запахов, особенно выделялся аромат свежего жареного мяса. Пёс втянул поры сочного стейка, и лапы мимо воли понесли его в направлении кафе. За весь день он нагулял зверский аппетит и сейчас был бы не против съесть целого быка. Но когда здоровый Алабай подошёл к мангалу на улице, его стали отгонять все работники заведения. Животное бродило поблизости до поздней ночи, но никто так и не покормил его. Никогда не оказывался сам на улице и теперь растерялся. Ему хотелось есть, пить и спать в уютной тёплой будке. На ночь животное устроилось там же, под стенкой кафе. Ближе к утру разыгралась метель. Алабай очень замёрз, поскуливал и мечтал оказаться дома. Он побрёл прочь от мангала в поисках тихого места. Вскоре собаке удалось обнаружить угол, куда не задувал ветер. Там он отсиживался всё время, пока бушевала непогода. А когда метель стихла, на улицу высыпали сотни людей. Они лихорадочно бегали по магазинам, готовясь к главному празднику года. Кто-то тащил на себе ёлку, кто-то пакет с шампанским и фруктами. На пса, как и прежде, никто не обращал внимания. Он бродил голодной тенью по всему городку. Зверь зашёл в небольшой парк. На одной из лавочек расположилась компания подростков. Они громко смеялись и ели что-то вкусное. Пёс остановился напротив них, жадно втягивая носом воздух. Подростки заметили животное и решили сыграть с ним злую шутку. Один из них вытащил из кармана петарду, вставил её в котлету от бургера и бросил бродяге. Компания с интересом смотрела, как голодный пёс на лету хватает мяса. Алабай не успел прожевать котлету, как петарда взорвалась прямо у него в пасте. Челюсть обожгло адской болью. В глазах потемнело. Лапы пошатнулись. На заднем фоне пёс слышал смех хулиганов. Животное дёрнулось в сторону и в полубреду побежал подальше от людей. Пёс остановился под заснеженными кустами на другом конце парка. В ушах продолжало звенеть. Морда болела. Зато перед глазами прояснилось. И зверь с удивлением смотрел на алый снег вокруг. Рядом раздался поражённый вздох. Пёс развернулся всем корпусом, готовясь убегать дальше. Но перед ним оказался молодой парень, который смотрел с ужасом и жалостью. Он протянул животному руку и осторожно приблизился, приговаривая что-то утешительное. Человек не был похож на хозяев. Но почему-то Алабай ему поверил. Парень погладил животное по голове и потянул за ошейник за собой. Пёс жалостливо выл от боли. Он беспрекословно следовал за незнакомцем. Наполовину оглушённый от недавнего взрывом, зверь не замечал ничего вокруг. Тем временем молодой человек довёл его до ветеринарной клиники. Парень оказался начинающим врачом и не смог пройти мимо пострадавшего животного. Алабаев кололи снотворное. И его глаза закрылись. Врачи несколько часов колдовали над его пастью, пытаясь спасти щеку и язык. Люди возмущались тем, что пиротехнику продают бесконтрольно. В предпраздничные дни петарды становились настоящей угрозой для бездомных животных. Пёс пришёл в себя уже ближе к ночи. Начали действовать обезболивающие, поэтому ничего, кроме слабости, не ощущал. К лапе была прибинтована капельница. А рядом обнаружился тот самый незнакомец, который забрал его из парка. «С Новым годом, дружок!» Человек погладил зверя по голове. По телевизору показывали часы, которые громко отбивали 12 ударов. А потом мир за окном взорвался светом и шумом. Алабай невольно попытался спрятаться от фейерверков. Ему было очень страшно от разрывающихся снарядов. «Потерпи немножко», – успокаивал доктор. «Сейчас они все отправятся по домам за столы. Станет тихо. А потом к нам потянется череда травмированных животных, как и каждый год». Парень оказался прав. Вскоре клиника оказалась забита напуганными и изувеченными зверушками. Ветеринары всем помогали и отдавали хозяевам. Только Алабай оставался на месте. Его никто не искал, поэтому пес провел в больнице несколько недель. За это время рубец на щеке начал затягиваться. Восстановить ткани полностью не получилось. Пес выглядел страшно с торчащими наружу зубами, зато снова начал есть самостоятельно. Ветеринары радостно поздравляли друг друга с этим достижением. Вскоре стало понятно, что Алабая никто забирать не будет. В клинике нельзя было находиться постоянно, поэтому собаку перевезли в приют. Там ему выделили маленький вольер. Соседями оказались беспородистые маленькие собачки, которые постоянно гавкали на мохнатого гиганта. Пес затасковал. Ему сильно хотелось домой, но приходилось все время сидеть в заперти. Иногда приходили волонтеры, которые выгуливали зверей. Но это были короткие прогулки, которые не приносили удовольствия, а только усугубляли тоску. Однажды в приют зашла семья с маленькой девочкой. Родители пообещали дочке собачку и решили выбрать одного из покинутых животных. Соседи Алабая оживились. Они радостно прыгали, гавкали и виляли хвостами. Пес продолжал смотреть вокруг печальными глазами. Маленькая девочка остановилась напротив вольера с пушистым гигантом и уставилась на него во все глаза. Алабаю девочка понравилась. Он лег перед ней и склонил голову на бок. Родители рассматривали мелких зверей и не обращали внимания на ребенка. Поэтому малышка смело просунула руку между прутьями и дотронулась до головы пса. Алабай уже забыл, когда я его гладили просто так. От счастья он бешено заколотил хвостом и подполз поближе. Животное подставляло голову под несильные поглаживания и поскуливало от радости, а потом принялось облизывать руку девчушке. Она засмеялась, чем привлекла внимание взрослых. Они с ужасом кинулись оттаскивать ребенка от огромного зверя. Изуродованная щека делала Алабая похожим на адское создание, поэтому родители невольно попятились от вольера. Но дочка уже не представляла своей жизни без пушистого гиганта и принялась громко плакать. Ей предлагали других собак, но она упорно показывала на Алабая. Ребенок не замечал того уродства, что отпугивало взрослых. Малышка проворно вскарабкалась на спину животному, а Алабай принялся катать ее по кругу. Девочка с животным выглядели такими счастливыми, что в этот вечер пес ночевал в новом доме на собственной подстилке. Его жизнь началась заново, даже несмотря на увечья.